А всем привет с канала Брим Тим и наконец добрались мы наверное до кулинарной темы в плане рыбалки и будем иногда выкладывать эту тематику мы рыбу либо скармливаем кошкам либо сушим либо иногда жарим то есть как бы в другом виде употребляем очень очень редко и сейчас я наверно покажу потому что это очень полезно наверно самый лучший и эффективный способ просушки засоленной рыбы и я пишу все прелести и тонкости этого способа погнали и так значит это вот такая вот сушилка у нас она трехъярусная такая не помню 80 на 45 или 35 сантиметров и фиксируется при помощи карабинчика на вот таких вот шнурках так скажем открывается она посредством того что здесь есть молния которую я сейчас я сейчас просто штатив и установлю и мы будем выкладывать все вот это вот богатство устанавливаем штатив изи так значит начинаем выкладывать мы откидываем молния и даже шелуха осталось здесь есть типа пола который могут застелить пакетами и газетой чтобы не стекало вниз берем просто рыбу и начинаем выкладывать раньше мы сушили ну наверное так по совковому то есть даже сейчас скину фотографию наверно уверен я что в интернете такие фотографии есть это когда сушит вот на веревках для вещей то есть прокалываю губу скрепкой но почему мы так не можем делать у нас есть наши зайчики которые также забегают на балкон и которые могут прыгнуть либо упадешь шелуха они это съедят а мы следим за их питанием и всячески защищаем их и также почему мы купили эту сушилку когда мы в восемнадцатом году начинали рыбачить мы рыбачили на даче и сушили мы на веранде открытым способом то есть мы также вешали рыбу на веревке но обматывали ее в марлю но это не спасало от мух кстати но это не спасало от мух которые которые садились и начинали есть рыбу и откладывать яйца и когда мы сняли марлю мы увидели что вся наша рыба она превратилась какую-то зеленую уже полустухшую а там такие окуня были но потом в магазине рыболовном в котором я работал как-нибудь может запишу историю работе в лаволовном магазине я работал и нам туда привезли вот эти вот сушилки то есть сразу себе там мы купили очень много людей у нас их покупала потому что на самом деле вот это удобно она выкладывается на балконе это светом и солнцем это все просушивается и самым замечательным образом потом снимается я считаю что это вот самый из таких вот удобных и доступных способов то есть чтобы не в ванной сушить потому что в ванной во-первых влажность и во-вторых я думаю ваша там мама жена девушка не позволит вам сушить рыбу в том месте где она моет голову каждый раз это снимать переставлять это уж очень проблемно и поэтому вот у нас балкон так сказать под рыболовную тематику то есть тут все наши снасти хранятся и как раз таки вот мы сделали так чтобы и рыбой и всеми закормами я занимаюсь здесь единственное что опарыш хранится в холодильнике вот что еще сказать допустим про сушилку по цене стоят они по-разному это сушилка вообще там вроде поставщиком является фирма кайман но это обычная китайская сушилка кто-то тут даже не рыбу сушит а яблоки какие-то сухофрукты сами вялят цена допустим они еще отличаются формами и размерами у нас большая есть короче маленькая средняя большая и огромная вот большая 650 рублей как бы я не считаю что это очень много за удобство и комфорт какой кругляш я правда я не считаю что из за 650 рублей я должен был как-то вымудряться где-то вешать рыбу по всему дому ходить капать и вонять также есть они меньшего размера но я думаю либо большую стоит брать либо огромную огромная она там вот в половину еще вот так вот то есть там прям вообще такая здоровая и стоит она наверное 870 рублей где-то и поэтому я не считаю что это какое-то приобретение такое левое вот кстати мы уже все выложили рыбу и закрываем то есть никакая муха не сядет все замечательно просохнет и потом также замечательно снимется также для умников которые если если найдутся мужик один раз зашел и сказал что типа за что здесь 650 рублей я могу сам такую сшить в ответ он услышал только одну фразу можете можете сшите вас никто не заставляет покупать под дулом автомата просто я думаю молния сетка к сетке пришивать проблемно плюс проволочная опора это надо тоже прошивать все нафиг мне геморройца мне купить материала на 300 рублей измотаться из нервничать в результате же у меня не получилось либо получилось косо криво то есть я наверное с момента вот как мы завели канал я рассказывал что самое главное в вашем хобби это комфорт и удобность удобно удобно комфортно комфортно все какие проблемы надеюсь этот видеоролик был интересен для вас также попытался вам я думаю успешно объяснил все прелести данного способа мяленья рыбы и все таки характеристики у нее вот 35 на 70 надежная прочная если найду на каком-нибудь сайте ссылку скину в описании с вами был примтим пока